Кто ваш лучший друг? Многие могут сказать, что это Петька с третьего подъезда или кот Барсик, который с нами уже давно. Но мало кто может похвастаться дружбой с экзотическими животными или рассказать трогательную историю о спасении. Конечно, в наше время накопилась достаточно историй о преданности, неравнодушии, бескорыстии и других душевных качествах наших братьев меньших, которые не задумываются, как поступить, когда их близкие, дети, родители или даже хозяева нуждаются в помощи, а сразу же стараются ее оказать. Животные не могут отличить добро от зла, понять, кто прав, а кто виноват, сделать правильный или неправильный выбор. Они действуют по инстинктам, переданным родными по наследству. Но нередко получается так, что поступки неразумных животных трогают сердца и заставляют задуматься наделенного разумом человека. Жуан Перейра де Саузе Жуан Перейра де Саузе, 71-летний вдовец на пенсии, обнаружил Магелланова пингвина из Патагонии на пляже рядом со своим домом в Бразилии в марте 2011 года. Покрытый весь нефтяной пленкой пингвин, пытаясь выжить, всем своим видом показывал, что ему необходима помощь. В это время, прогуливаясь по пляжу, Жуан как раз и заметил этого пингвина, который так и норовил выжить. Де Сауза забрал домой птицу, отмыл, накормил его и вылечил перед тем, как отпустить. Однако птица не желала покидать своего спасителя, и мужчина решил, эх, была не была и дал спасенному пингвину имя Джин-Джин. Пингвин отправляется в морское путешествие на несколько дней и иногда месяцев, но всегда возвращается. Как говорит Сауза, я никогда не видел животного, которое было бы так привязано к человеку. Я позволяю ему отправиться туда, куда он хочет, но он всегда приходит обратно ко мне. Два друга теперь проводят вместе восемь месяцев в году, прогуливаясь по пляжу и купаясь. Чаще всего Джин-Джин следует за мужчиной везде, куда бы тот ни шел. Теперь пингвина называют талисманом бразильской деревни. Одна восьмилетняя девочка периодически получает в подарок различные побрякушки, но не от своих родителей или друзей, а от живущих в ее саду воронов. Ее странные отношения с птицами начались в 2011 году, когда четырехлетняя Габи случайно уронила еду. Вороны слетелись в ее дом и начали бороться за оставленный ею кусок. Когда девочка пошла в школу, она начала подкармливать птиц своим ланчем, и с тех пор вороны каждый день собираются рядом с домом Габи и ждут ее из школы. В 1969 году Джон Рэндалл и Айсберг купили 50-килограммового львенка в универмаге Хороц. Друзья вырастили льва по кличке Кристиан в своем лондонском доме, но уже через год львенок стал слишком большим, чтобы его можно было продолжать держать у себя. Рэндалл и Берг знали, что не могут содержать Кристиана дома, но не знали, что с ним делать. Мужчины обратились к защитнику природы Джорджу Адамсону, с его помощью Кристиана направили в Африку, где он был выпущен на волю. Спустя несколько лет Рэндалл и Берг решили навестить льва. Им говорили, что шансы найти его минимальны, а вероятность того, что лев узнает своих прежних хозяев еще меньше. Однако вскоре после прибытия мужчин в Африку Кристиан появился рядом с лагерем Адамсона. Только посмотрите на это трогательное воссоединение друзей. В 2014 году вышел документальный фильм об английском защитнике природы Дэмиана Эспинолли, который воссоединился с вырученной им гориллой. Его организация The Espinel Foundation ухаживает за гориллами и другими животными, а затем возвращает их в свою естественную среду обитания. Однажды Дэмиан решил проведать Квиби, одну из горилл, которую он выпустил пять лет назад. Квиби родился в зоопарке в Англии, но был выпущен в заповедные джунгли Габона. С тех пор самец гориллы успел создать собственную семью. Больше всего Аспинол боялся, что Квиби его не узнает, но его опасения оказались напрасными. Питти, так звали собаку, которая была родом из приюта, запомнилась его работникам тем, что оказало невероятное влияние на угасающее здоровье одного мужчины. Пять лет назад Эрико Грей, именно этот мужчина весил 154 килограмма и страдал от высокого давления, повышенного уровня холестерина, а также диабета второй степени. Его траты на лекарства составляли более тысячи долларов в месяц. Однажды диетолог посоветовал Эрику завести собаку, но не простую, а полноватую, как и он сам. Мужчина обратился в общество защиты животных в Кремниевой долине и сказал персоналу «Мне нужна страдающая ожирением собака с среднего возраста, чтобы у нас с ней было что-то общее». В тот день Эрик отправился домой спить и псом, который помог ему поправить здоровье, вернуться к активной жизни и социализироваться. Как говорил Огрей, между нами возникла неразрывная связь, у меня никогда не было подобного ни с человеком, ни с другим животным. С помощью Питти мужчина потерял около 60 килограммов, а сам пёс похудел на 11. Эрик изменился во всем и стал гораздо более уверенным в себе. Питти бросил вызов Огрею, который перестал верить в себя. Он всегда смотрел на меня так, как будто я самый великий человек на планете и я решил быть тем человеком, которым он себе представляет, когда видит меня. Но вскоре случилась беда, у пса Питти диагностировали рак и он скончался. С тех пор Огрей приютил другую собаку, но до сих пор благодарит Питти за спасение своей жизни. Каждый день я встаю с намерением стать лучше, Питти полностью изменил меня. Теперь в моей голове никак не утихнет одна только мысль, а кто кого спас на самом деле. Многие дети ходят в парк, чтобы посмотреть на уток, но пятилетняя Кайли Браун делает всё наоборот. Она ходит на прогулку со своей уткой-снежинкой, чтобы та полюбовалась парком. Утка плавает в пруду, а затем возвращается по первому зову Кайли. Снежинка считает девочку своей мамой, и она не единственная, кто так думает. По неизвестной причине утенок быстро привык к Кайли и начал везде ходить за ней. Летом он отправляется с ней на пляж, а зимой на катание с горки. Утенок также был с Кайли и на футболе, и на вечеринках с ночёвкой, и даже на выпрашивании сладостей на Хэллоуин. «Я его мама», — говорит Кайли. Когда ей говорят, что снежинка на самом деле не её ребёнок, она с этим категорически не соглашается. Обученный аллигатор по имени Рэмбо, который понимает язык знаков и умеет ездить на квадроцикле, теперь вынужден попрощаться со своей хозяйкой. Он вырос до 182 сантиметров и больше не может жить в её доме. Мэри Торн, хозяйка крокодила, приютила у себя Рэмбо 11 лет назад. В марте 2016 года она рассказала изданиям Florida Fish and Wildlife, что для того, чтобы продолжать содержать пятнадцатилетнюю рептилию, ей необходимо увеличить участок минимум на 10 квадратных метров, а иначе животное придётся отдать в заповедник. Рэмбо — вообще специфичный крокодил. Он смотрит телевизор, лёжа на собаках, в прямом смысле слова, и даже умиляя детей, которые только и носятся везде с фотографиями крокодила. Мэри, хозяйка крокодила, считает, что если Рэмбо начнёт жить жизнью нормального крокодила, то умрёт через несколько недель. Он просто уже привык к такой жизни, и я боюсь, что он не осилит естественную жизнь типичного крокодила. Уорн Мальчик по имени Уорн из Камбоджи может похвастаться уникальной дружбой. Его лучший приятель — Питон по имени Чамриун. Питон стал частью семьи Самбад, когда Уорну было только 3 месяца. Родителей мальчика не пугает его привязанность к репсилии, более того, они верят, что Чамриун приносит им удачу. Однако Питон съедает 10 килограммов курицы каждую неделю, что не может не отражаться на финансовом состоянии семьи. Они прекрасно понимали, что им не прокормить 100-килограммового Питона и решили отпустить Чамриуна в дикую природу, но мальчишка Уорн продолжает регулярно навещать своего старого друга. Вот так и получается, что животные достаточно многогранные. Кто-то за спасение готов остаться с этим человеком навсегда, хоть ему и пора, а кто-то дарит побрякушки за обычный кусочек хлеба. Вот так своим примером животные учат нас о материнской заботе, преданности, самоотверженности и конечно же делают нас чуточку добрее. С вами был канал Животный Мир. Подписывайся и не обижай животных. Всем пока!